Танцы продлевают жизнь, поэтому ритмичным движениям под музыку надо обязательно уделять время. В этом танце нет ничего сложного. Участники лагеря «Второе дыхание» придумали его за полчаса. А хорошее настроение он дарит пожилым людям каждый день. А что бы указать вам? Вы будете со мной рядом? Это все достаточно быстро? Ой, 45 минут. Лагерь «Второе дыхание» в санатории Некрасовского района проходит в шестой раз. Сюда приехали пожилые люди почти из всех районов Ярославской области. 70 человек. Основное это, конечно, здоровье наших участников. Ну и, конечно, вечерние дискотеки, рефлексии. Я вам скажу на чистоту. Бывают и слезы, но слезы чаще всего радости, слезы от усталости. Ну, а чаще всего, конечно, позитивнейшие эмоции, которые передаются всем. Здесь много интересного. Гимнастика, мастер-классы. После скандинавской ходьбы многие повторяют. Движение – жизнь. Вчера я смерил давление 120 на 70. То есть я удивился, конечно. Лагерь проходит в рамках партийного проекта «Единая Россия. Старшее поколение». Участники не только активно развиваются и заряжаются позитивом. Приезжая домой, многие организуют клубы по интересам, школы здоровья и пишут проекты о том, как продлить и разнообразить жизнь пожилых людей. Сегодня в их обсуждении приняли участие представители местной и областной власти. 100% обязуемся выполнить все действующие социальные обязательства, которые присутствуют в бюджете Российской Федерации и в бюджете Ярославской области перед пожилым населением. Наши люди, которые долгий путь прошли, трудовой путь, много времени посвятили развитию нашей земли, России, Ярославской области, они, конечно, должны пользоваться самым большим уважением со стороны государства. За несколько лет в лагере «Второе дыхание» побывало 400 пожилых людей из Ярославской области. В этом году на очередную смену впервые приехали соседи, пенсионеры из Костромы. Организаторы уверены, в будущем количество участников, в том числе и из других регионов, будет только увеличиваться. Георгий Колчин, Денис Сахаров. День в событиях.